Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня у нас праздничный, можно сказать, эфир. Сегодня праздник, день рентгенолога. И у нас в гостях руководитель отделения компьютерной томографии КТ Рычина Инна Евгеньевна. Здрасте, Инна Евгеньевна. Поздравляю вас с праздником. Спасибо большое. Кстати, отмечаете ли вы его, между прочим? Признаться честно, нет. Ну вот мы тоже не очень-то отмечаем день кардиолога, если честно. Но от пациентов нам приходит поздравление, чему мы очень рады. Да, это всегда крайне приятно и волнительно. Да, но в отделении особо у вас праздника никто, может, и не знает об этом или знает? В отделении идет интенсивная работа. Нет, ну, безусловно, сотрудники, конечно, знают в профессиональном празднике, но профессиональных обязанностей никто не отменял. Это точно. Ну вот рентген, наверное, все знают, что рентген, и все мы делали, и обычно возникают какие-то картинки травмпункта, гипса, перелома или, ну, в крайнем случае, там, флюорографии рентгена легких. Ну, а мы знаем, что у нас в кардиохирургии рентгенолог, это не только, ну, рентгенография, как это, в общем, принято. А что делает у нас? Почему так это распространено? Чем рентгенолог занимается у нас? Ну, я должна сказать, что открытие рентгеновского излучения стало поистине революционным. Ну, поскольку рентгенология как специальность появилась только в XIX веке. И родоначальником ее по праву признан физик Вильгельм Конрад Рентген, который, собственно говоря, при изучении электрических разрядов случайно открыл никому неизвестный икс-лучи. И также его случайным открытием было при проведении опытов с этим видом излучения. Он обратил внимание, что при прохождении этих лучей через ткани кисти человеческой руки на чувствительной фотопластине возникают затемнения в виде очертания костей скелета руки. Это нам какая-то интересная история была, да? Как он это случайно... Да, он снимал свою кисть, кисть своей жены. И такие опыты, собственно говоря, провел впервые на себе. И с этого момента, собственно говоря, был открыт первый медицинский неинвазивный визуализирующий метод при жизненной диагностики внутренних структур органов человека. До этого такой методики прижизненной просто не существовало. Просто не существовало. Поэтому это, конечно, стало большим прорывом. То есть это меньше 100 лет уходит? Ну да, да, совершенно верно. Совершенно верно. Рентгенология сегодня — это отрасль такого общерного направления, как радиология. И эта наука изучает методы диагностики различных заболеваний и специфические методы лечения, которые используют рентгеновское излучение. То есть это рентгенодиагностика и рентгенотерапия. На сегодня это так. Врач-рентгенолог сегодня, по сути, это врач-диагност, который проводит лучевые методы исследований и интерпретирует их результаты. И, по сути, на сегодняшний день для многих термин рентгенология и лучевая диагностика стали практически синонимами. Хотя и приобрели более широкое звучание и значение, нежели в начале развития этой науки. И, собственно говоря, объединили в себе достаточно большое количество смежных специальностей. Так. И то есть, ну, сейчас рентгенология — это не только вот рентген, как мы снимаем там, как рентген кисти снимал. Это нечто более сложное. Конечно, это нечто более сложное. Это практически весь спектр различных отраслей радиологии, визуализирующих методов исследования от классического рентгена, методов компьютерной диагностики и заканчивая различными методиками ядерной медицины и рентгенхирургической диагностики и методов лечения. Ну, то есть, компьютерная томография, которую, в принципе, наши пациенты тоже, наверное, все знают, КТ, многие делают в себе, тоже относятся к рентген, рентгенологическим методам исследования. Да, это метод, который используют для сбора данных, для получения изображения именно рентгеновское излучение. Совершенно верно. Но еще к этому также относится и МРТ. То есть, это тоже врач, тоже для нас слушают много молодых специалистов, студентов, чтобы они понимали, что входит в эту специальность. То есть, это рентгенология, собственно, правильно? КТ-диагностика, МРТ-диагностика. Ну, здесь есть определенный нюанс. Дело в том, что сходство компьютерной и магнитно-резонансной томографии, оно, в общем-то, начинается и заканчивается, собственно говоря, в терминологии компьютерные методы исследования. То есть, это методы получения пословных изображений структуры органов и тканей человека при помощи компьютерных технологий. Но метод магнитно-резонансной томографии основан на совершенно другом физическом явлении, это явление ядерно-магнитного резонанса. То есть, при этом методе исследования не применяется ионизирующее излучение. И в этом, кстати говоря, самое большое преимущество этой методики по сравнению с компьютерной томографией. Да, пациент не получает индивидуальную дозу облучения и, соответственно, это исследование признано абсолютно безопасным по сравнению с компьютерной томографией. А МРТшники-то отмечают сейчас праздник сегодня? Конечно, безусловно. Безусловно. В этом аспекте мы, собственно говоря, друг от друга себя не отделяем. Один коллектив. А вот в кардиохирургии все-таки, почему вот такая обширная история, о которой мы сейчас поговорим, почему именно рентген мы используем обычно в нашей ежедневной практике до сих пор, и тогда, и сейчас компьютерной. Ну, очень интересный вопрос, на самом деле. Дело в том, что врач-орентгенолог, он не принимает непосредственно участие в терапии. То есть, он не назначает никакого лечения пациенту. То есть, это сугубо диагностическая специальность. Но вместе с тем, врач-орентгенолог находится в очень близком непосредственном контакте с врачами, лечащими пациента. Это врачи таких специальностей, как терапевты, хирурги различных профилей, в том числе и кардиохирурги, и кардиологи. Дело в том, что на основании заключений, сделанных рентгенологом, именно эти специалисты устанавливают диагноз, могут сделать для себя выводы относительно прогноза заболевания, выбрать либо хирургический, либо консервативный метод лечения, определить конкретную тактику лечения и ведения пациента, и вместе с тем оценить результаты этого исследования, и даже спланировать определенные хирургические процедуры и оперативные вмешательства. И поэтому здесь, конечно, профессиональную, качественную работу врача-рентгенолога сложно переоценить. На самом деле это вторые глаза любого клинициста. Глаза по-хорошему, да. По-хорошему, да. Диагноз мы ставим с помощью рентгенологов. А давайте тогда поговорим про историю в нашем центре, потому что она... Ну, это фактически истоки кардиохирургии, и кто стоял у этих истоков? Что за люди и что за звёзды рентгенологии? Потому что в праздник принято говорить про наших... Про... Ну, предваряя свой небольшой исторический экскурс, Позвольте мне всё-таки начать с того, что кафедры, которые готовят специалистов по специальности рентгенологии, изначально были основаны во всех трёх старейших и маститых московских вузах. Это и Московская медицинская академия имени Сеченова, моя альма-матер. Моя. Да. И какие подробности узнаём. И проработав столько времени вместе. Это и второй медицинский университет, российский государственный медицинский университет. И первый стоматологический медицинский институт. Университет. Да, университет, да. Я хочу сказать, что мы очень уважаем, знаем представителей отечественной науки, внёсших большой вклад в развитие рентгенологии в нашей стране, и весь профессорско-преподавательский состав этих кафедр. Безусловно, это так. Но отдавая дань уважения и памяти, всё-таки хотелось бы при таком историческом экскурсе остановиться на истории легендарной женщины, врача-орентгенолога, профессора Марии Алексеевны Иваницкой, которая внесла большой вклад и фактически является основоположником рентгенодиагностики пороков сердца в России. Поэтому мой рассказ, собственно говоря, будет именно об этой легендарной женщине. А когда она работала, в каких годах? Ну, профессию врача Мария Алексеевна приобрела в двадцатые годы в первом московском университете. Не поддаётся что-то мне. Начало пути в профессии у Марии Алексеевны началось в Государственном институте стоматологии. И первые шаги на пути к большой науке она сделала под руководством своего учителя, профессора Дилана Якова Григорьевича, который являлся доцентом 2-го Московского государственного университета. В возрасте 31-го года Мария Алексеевна Иваницкая стала заведовать рентгеновским кабинетом в клинике факультетской терапии 2-го Московского государственного медицинского института. Руководителем был профессор Гильштейн. Мария Алексеевна посвятила достаточно большое количество своей жизни и профессиональной, и человеческой развитию метода рентгенокимографии. Это такой удивительный, новаторский для своего времени метод, который регистрировал на плёнке движение точек контура сердца и крупных сосудов как в систолу, так и в диастолу. Это что-то среднее между эхо сейчас, наверное, и рентгеном? По сути, да. Этот метод позволил использовать рентгеновский метод не просто как метод статичной диагностики каких-то анатомических структур, но и изучать функцию сердца, гемодинамику в каком-то смысле, и ставить достаточно серьёзные диагнозы по одному только этому исследованию. То есть верифицировать разнообразную патологию врождённых и приобретённых пороков сердца. После окончания войны Президиума Верховного Совета Советского Союза Мария Алексеевна Иваницкая была награждена медалью за трудовую доблесть. И с 1956 года она является старшим научным сотрудником вновь основанного Института грудной хирургии Академии медицинских наук СССР. И практически одновременно с образованием этого Института в нём появляется рентгеновское отделение. Но перед вами достаточно редкий документ, это дошедший до наших дней список сотрудников отделения зачёта по лечебной и научной работе Института. И вы можете видеть, что бессменным руководителем, лидером, идейным вдохновителем в развитии этого отделения являлась Мария Алексеевна Иваницкая. Она активно занималась фундаментальной наукой и темой её научно-исследовательской диссертационной работы, получившей международное признание, стало изучение рентген-семиотики метральных пороков сердца. И именно Мария Алексеевна были открыты патогономичные симптомы метрального стеноза и метральной недостаточности. И эти симптомы впоследствии даже получили название по названию автора, её имени. Это специфический симптом отклонения контрастированного пищевода при метральном стенозе и симптом коромысла при метральной недостаточности. Притом это вот, я обращаю внимание, что довольно странно для наших пациентов современных, что не было эхокардиографии, а диагноз порока сердца, сложных в том числе пороков сердца, стоялся только на основании рентгена. Причём не компьютерной томографии, а обычного рентгена. И это было поистине новаторством и достаточно таким серьёзным вкладом в развитие диагностики современной кардиохирургии, которая в принципе в то же время тоже делала первые шаги в нашей стране. Под редакцией руководством Марии Алексеевны были созданы прекрасные монографии, которые, собственно говоря, до сих пор являются актуальными учебными пособиями для врачей-рентгенологов и, собственно говоря, составляют золотой фонд нашей научной библиотеки. Я добавлю, что можно задать вопрос, если есть вопросы про компьютерную томографию, про рентгенологию, вы задавайте, а мы потом ответим в конце. Спасибо. Ну, такой тоже достаточно трогательный кадр. Это учебник по рентгенодиагностике с дарственной надписью Марии Алексеевны, которую она, в общем-то, подарила одному из своих любимых учеников. И это книга из библиотеки ученика Марии Алексеевны. В 1964 году доценту кафедры сердечно-сосудистой хирургии Марии Алексеевны Иваницкой присуждено звание профессора. Она является идейным вдохновителем и руководителем блестящей выполненных диссертационных работ которые тоже вошли в Золотой фонд отечественной рентгенологии и составляют Золотой фонд научной библиотеки имени Бакулева. Кроме всего прочего, Мария Алексеевна всегда занимала очень активную общественную позицию. Она долгие годы была членом правления Всесоюзного общества кардиологов и Московского общества рентгенологов. На мой взгляд, это очень знаково и символично, что преемником в качестве руководителя рентген-диагностической службы в нашем центре становится, начиная с 1981 года, ученик, единомышленник, преемник и сын Марии Алексеевны Анатолий Владимирович Иваницкий. И незаурядный талант, качество человека, профессионала, великого ученого и очень увлеченного своим делом человека Анатолия Владимировича Иваницкого, которого мне посчастливилось знать лично, работать вместе с ним какое-то время и учиться у него. Собственно говоря, все эти качества и лидерские способности и определили вектор развития отечественных методов лучевой диагностики на очень долгое время. А во время его практики было внедрено компьютерная томография, наверное, да? Или какие-то новые методики? Ну, из основных принципов мне бы хотелось прежде всего отметить курс все-таки на использование неинвазивных визуализирующих методик в первую очередь. Это методики, которые наиболее безопасны для обследования пациентов. И Анатолий Владимирович с большим чаянием относился к разработке протоколов, алгоритмов, нюансов проведения исследований. Для него не было мелочей, да. И именно он создал огромную команду единомышленников, учеников и, собственно говоря, специалистов абсолютно в разных областях визуализирующих методов лучевой диагностики. То есть он создавал, по сути, команду мультимодальной диагностики. И это, в общем-то, он всегда проводил в жизни и учил каждого из нас не ограничиваться какой-то одной методикой. И сам был, ну, в первую очередь, примером в этом. И основой именно мультимодальной диагностики, начиная от ультразвуковых методов исследования, кончая методами современными компьютерной томографии, магниторезонансной томографии, это, собственно говоря, было в приоритетах при создании именно рентгенодиагностического отдела, который возглавлял Анатолий Владимирович. И я хочу еще подчеркнуть и отметить, что он был по-настоящему новатором. Он сам проводил и выполнял все рентгенхирургические диагностические методики в кабинете ангиокардиографии, это катетризация сердца и сосудов. И плюс выполнял лечебные процедуры, эндоваскулярные процедуры. Баллонная дилатация? Да, это баллонная дилатация, в первую очередь, клапанных стенозов, ортального, легочного клапанного стеноза. То есть что сейчас называется хирургией, как бы то, что делают хирурги. В общем-то, да. А он был и диагностом, и хирургом. И эндоваскулярное закрытие патологических сообщений. То есть это эмболизация открытых артериальных протоков, коллатералей. Это имплантация оклюдеров в дефекты межпредсервной межжелудочковой перегородки. И что самое такое важное, что Анатолий Владимирович был активным проводником использованием симбиоза неинвазивных методов диагностики и рентгенхирургических. В первую очередь речь идёт о применении метода интероперационной эхокардиографии во время вот этих лечебных мероприятий. То, что сейчас очень актуально и практикуется, потому что действительно это позволяет не только повысить информативность и в какой-то степени уверенность хирурга, который выполняет процедуру, сразу же оценить результат. Но, что самое главное и важное, в разы уменьшает лучевую нагрузку на пациента и сокращает время проведения процедуры. Безопасность. Во главе безопасность. Во главе, как всегда, пациент и забота о нём. Ну, одна из таких, может быть, последних фотографий. Вот, собственно говоря, то, о чём я говорила. Перед вами специалисты абсолютно разных диагностических методов исследования. И представители классического рентгена, и представители ультразвуковой диагностики, эхокардиографии, и рентгенхирургических методов исследования, и таких новаторских на тот момент методик, как методы компьютерной томографии. Поэтому у нас и отдел сейчас тоже, Рентгенологический отдел включает в себя и эхо, УЗИ сердца, казалось бы, какое отношение к рентгену имеет. Но, тем не менее. Позвольте мне, да, показать ещё одну фотографию. Достаточно редкий снимок. Но он наглядно демонстрирует верность традициям и преемственность поколений, собственно говоря, воспитанников Анатолия Владимировича и сотрудников рентгенодиагностического отдела. На этой фотографии вы можете видеть всех руководителей рентгенодиагностического отдела центра, начиная от члена-корреспондента Российской академии медицинских наук Анатолия Владимировича Иваницкого. Эстафету в 2000-е годы подхватил профессор Макаренко, который внёс огромный вклад в развитие отечественных методик компьютерной томографии, как рентгеновской, так и магнитно-резонансной. И, собственно говоря, это нынешний руководитель рентгенодиагностического отдела, это Алексей Владимирович Дорофеев. Сегодня, в реале современного дня, собственно говоря, объединили чрезвычайно разнообразный спектр всех методов лучевой диагностики и лечения в огромный кластер в центре. Ну, это веяние сегодняшнего времени, создание кардиоактив, да, команды, мультидисциплинарной, с очень большими возможностями, различным спектром методик, как диагностических, так и лечебных. И, собственно говоря, этот кластер был объединен под руководством заместителя директора Центра по диагностике и научной работы профессором Асланидии Раклипалычем. Ну, как всегда в традициях этого центра, как я сказала, это создание единого коллектива междисциплинарных специалистов. Вот вы можете видеть сотрудников по центру с антиграфией, среди них не только врачи-радиологи, кардиорадиологи и не только кардиорадиологи, но и физики, химики, специалисты смежных специальностей, без которых невозможно на сегодняшний день развитие и функционирование таких высокотехнологичных методов исследования, как радионуклидные, например, методы диагностики. На сегодня центр обладает практически всем спектром из существующих высокотехнологичных методов обследования, всем. И эти методики, безусловно, они не ограничиваются диагностикой только сердечно-сосудистых заболеваний. То есть, да, абсолютно все методы используются для диагностики абсолютно различных заболеваний, коморбидной патологии, извините. Ну, давайте перечислим, какие методики вообще у нас есть в центре, помимо перечисленных КТ, МРТ, это мы уже поняли, все знают, что это такое. Еще что есть у нас? Ну, классический рентген вне конкуренции. Классический рентген, без него никуда. Да, потому что это, наверное, самый старый, самый надежный, не теряющий своей актуальности, самый доступный метод диагностики заболеваний органов грудной клетки в первую очередь. Ну, для нас это органы грудной клетки. Вот. Это, безусловно, неинвазивные, безопасные методы исследования для пациента, которые тоже получили свое новое развитие сегодня. То есть, это ультразвуковые методы диагностики. То есть, УЗИ сердца, это родная эхокардиография. Абсолютно все. Тоже на всякий случай. Современные эхокардиографические методики, которые включают в себя трехмерную эхокардиографию, контрастную эхокардиографию, выполнение исследования в рамках протоколов стресс-проб и так далее. Нагрузочные всякие тестирования, которые важны. Да, абсолютно весь спектр современных методов сегодня доступен. Плюс это, безусловно, еще одна, как мы уже с вами обсуждали, безопасная и неинвазивная методика, обладающая очень большим спектром своих возможностей. Это магнитно-резонансная томография. А что вы упомянули про сцинтиграфию? Сцинтиграфия и ПЭТ-катерин. И ПЭТ-катерин. Да, это методы радиоизотопной диагностики. ПЭТ-катерин – это методика инновационная, которая основана на введении радиоизотопных препаратов, тропных к тканям, которые обладают высоким уровнем обменных процессов. В первую очередь это опухоли и инфекционные воспалительные очаги в организме человека. И очаги и ишемии тоже для нас важны. Ишемия, безусловно. 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 Традиционно. Современные руководители сегодняшних подразделений рентгенодиагностического отдела, они, конечно, в рядах и в составе сотрудников этого центра. Это, в первую очередь, Зеликова Лариса Владимировна, руководитель рентгенологической службы центра. Это Александрова Светлана Александровна, которая возглавляет отделение магнитно-резонансной томографии. Ваша покорная слуга, компьютерные методы диагностики. И Алексей Владимирович Дорофеев, наш руководитель современного рентген-диагностического отдела центра. Вот про структуру мы поговорили. А что у вас изображено интересное такое? Ну, знаете, всегда интересно вспомнить, как проходили исследования раньше и что мы имеем сейчас. Ну, здесь такие редкие, с большим чаянием и трепетом, собранные бессменным руководителем и хранителем нашего исторического музея Сергеем Павловичем Глянцевым, экспонаты, которые, собственно говоря, и являлись свидетелем развития отечественной кардиорентгенологии и рентген-кинематографических методов исследования. Не так давно ушедшие в прошлое будни врача-рентгенолога. Вы можете видеть за работой нашего дорогого, уважаемого, одного из старейшего врачей-рентгенологов, Булчинского Станислава Антоновича за работой. Вот вы можете увидеть, что он сидит перед негатаскопом. Это ещё аналоговые рентгенографические снимки, распечатанные традиционно на рентгеновской плёнке. А ведь действительно сейчас нет их уже. Я только сейчас подумала об этом. Ну, скажем так, абсолютным трендом всё-таки сейчас развитие современной рентгенологии – это отказ от использования аналоговой рентгенографии, которая требует использования кассет с плёнкой. То есть уже никто, как в Докторе Хаусе, не вешает вот это вот всё и не смотрит. Сейчас все в компьютер смотрят всё-таки. Ну, честно говоря, бывает по-разному. Бывает по-разному. Я не буду лукаить. Но… Есть любитель олдскул. Современный рентгенологический кабинет, то, о чём мы с вами говорили, абсолютно всё компьютеризировано. Это рабочее место современного рентген-лаборанта, тоже требующего для него достаточно серьёзного самосовершенствования профессиональных навыков, знания компьютерных технологий. Это современный многофункциональный стационарный рентгеновский комплекс. И при внедрении такого тренда, как цифровая рентгенография, именно появлением моментальных рентгеновских снимков, ещё одним таким знаковым атрибутом современного рабочего места является, собственно говоря, компьютер, включённый в сеть клиники, подключённый к автоматизированной истории болезни. Это очень удобно. Да, с банком данных абсолютно всех диагностических изображений, которые могут со своего рабочего места в центре, собственно говоря, запросить и посмотреть абсолютно любой клинический специалист. И, безусловно, это великое достижение, на мой взгляд, сегодняшнего времени. Не надо искать эти плёнки, ходить куда-то, ну, ткну, на тебя. Потому что, ну, раньше, согласитесь, мы ещё с вами помним, какую проблему составляло междисциплинарное взаимодействие. То есть, сколько надо было побегать за этими фотографиями, снимками, дисками и так далее. Показать их кому-то, а так позвонил, сказал, посмотри вот там. Совершенно верно, совершенно верно. Но это реалия работы рентгеновского отделения в условиях, ну, я бы сказала, такого военного времени, в условиях передовой, в кавычках. Это отделение интенсивной терапии. И вы видите современный мобильный рентгеновский аппарат и мобильный КТ-аппарат. И, собственно говоря, это оборудование позволяет сегодня обследовать крайне тяжёлых пациентов, во многом лишённых мобильности, обездвиженных в силу, да, вполне объективных причин, которые находятся в отделении интенсивной терапии после различных кардиохирургических операций. И согласитесь, тоже большое подспорье для врачей этого подразделения иметь возможность вот так мобильно и... И, конечно, в условиях, в условиях палат интенсивной терапии, это, ну, тоже достаточно непростое хлопотное дело. Но, тем не менее, сегодня... Это возможно. Это большой плюс. Это большой плюс. Ну, и вот в подтверждении примеры цифровых рентгенограмм наших, вы видите, вот сегодняшний день практически, кардиохирургических пациентов, вы можете видеть рентгеновский снимок маленького ребёнка, полученный на мобильном рентгеновском аппарате. Это пациент после операции по поводу врождённого порокового сердца с тяжёлой высокой лёгочной гипертензией, с жидкостью брюшной полости, достаточно тяжёлый пациент. И рентгеновский снимок взрослого пациента после протезирования ртального клапана. Вот колечко, да. Да. Я обращаю ваше особое внимание. Колечко – это клапан. Да, имплантированный искусственный клапан этому пациенту. Ну и куда же без, собственно говоря, современной модификации рентгеновской, классической рентгеновской методики. Это высокотехнологичный метод компьютерной томографии. Вы видите современный кабинет компьютерной томографии, оснащённый по последнему слову технике. Безусловно, это высокотехнологичное и вместе с тем высокоинформативное исследование. Действительно очень мощный инструмент диагностики. Ну, если, скажем так, всё упрощать, то в основе всё-таки метода по-прежнему лежит получение огромного количества рентгеновских снимков, из которых впоследствии строятся достаточно детализированные, чёткие, точные изображения компьютерные с помощью компьютерных программ, различных внутренних структур, органов и тканей. Сбор данных для изображения происходит при содружественном, я бы так сказала, и непосредственном одновременном участии двух процессов. Это вращение рентгеновской трубки вокруг тела пациента и поступательного движения стола, вы можете вот видеть, внутри гентри. Детекторы, которые располагаются вокруг тела пациента, регистрируют коэффициенты ослабления рентгеновского излучения от различных тканей человека, и дальше с помощью компьютерных программ строится изображение. То есть получается, что пациент лежит, вокруг него вот эта круглая штука, и она двигается и наряжает. Совершенно верно. И эта методика обладает огромными возможностями постпроцессинговой обработки собранных данных. То есть можно там потом уже нарисовать, что угодно. Что это значит? Это значит, что этот процесс может проходить без участия непосредственного пациента. Само сканирование длится несколько секунд, и дальше, в общем-то, непосредственного участия пациента в этом процессе уже не требуется. А богатые возможности различных компьютерных приложений и программ для анализа и диагностической обработки позволяют фактически переформатировать полученные данные в любых плоскостях, срезах, с использованием таких безграничных возможностей сегодня, как 3D, 4D визуализация современная. То есть мы можем увидеть, как там всё это выглядит? Да, вот примеры современных компьютерно-томографических изображений, уже отреконструированных в постпроцессе. Вы видите различные изображения сердца, сосудистых структур, кортирования цветом. И детализация, конечно... Как в учебнике анатомии. Поражает. Детализация поражает. А те, кто чего-то не понимал когда-то, сейчас уже выжасно. Потом все эти изображения, они являются интерактивными. Их, безусловно, можно повращать, их можно развернуть под нужным тебе углом зрения, можно измерить любые структуры. И даже для удобства хирургов, я знаю, что surgical view, то есть хирургический вид, как он видит в ране, чтобы, не дай бог, какой-то другой вид ему не показать. Совершенно верно. Но даже этих возможностей компьютерной томографии на сегодняшний день недостаточно для развития именно планирования различных кардиохирургических процедур. И сейчас новое направление – это 3D-печать с использованием компьютерных технологий. Это реальные модели с реальными размерами, которые хирург может подержать в руках, спланировать выполнение и ход операции, длину разреза, отработать доступ и, может быть, какие-то новые методики проверить. И, собственно говоря, фактически смоделировать результат своей операции. Ну, это действительно поражает воображение сегодня. А я вот про, как это, о прозаичном. Вот вы говорили, что нужно несколько, много-много рентгеновских снимков, и наши пациенты всё время волнуют безопасность. Насколько вот, ну, то есть, значит ли это, что один снимок КТ – это там несколько тысяч снимок рентгеновских? То есть, каково облучение, короче говоря, за одно исследование? Вот о чём я хочу спросить. Безусловно, безусловно, доза облучения, которую получает пациент при использовании компьютерно-томографического метода исследования, она выше, чем при обычной классической рентгенографии. Ну, сегодня это так, и пока никак по-другому. Но, тем не менее, первое. Во-первых, любая методика имеет свои строгие клинические показания и противопоказания. Естественно, методы компьютерной томографии, они не являются первыми методами выбора, да, в большинства алгоритмах стандартных диагностических. Ну, то есть, делать налево и направо КТ всем подряд, это не стоит. Ну, это, во-первых, не оправдано, а во-вторых, для всего должно быть соотношение риска и пользы, которая, безусловно, может определить только врач клинической специальности. Безусловно, врач-рентгенолог имеет право голоса и не последнего голоса в определении показаний к проведению исследования, выбора методики исследования, но, тем не менее, назначает исследование и определяет цели и задачи исследования для врача-рентгенолога всё-таки клиницист. Ну, так безопасно или нет? Ну, всё, знаете, всё познаётся в сравнении. И методика компьютерной томографии, она непрерывно и очень большими темпами развивается, и в том числе, и в сторону увеличения безопасности для пациента. Снижение нагрузки. Снижение лучевой нагрузки. Ну, вот смотрите, буквально в последний год в нашем центре появилась такая новая, фактически, я бы сказала, инновационная компьютерная технология, как двухтрубочная, двухэнергетическая компьютерная томография. При этом методе вокруг тела пациента данные собирают уже не одна, а два источника рентгеновского излучения, расположенные перпендикулярно друг к другу, что позволяет значительно, значительно сократить время исследования и в том числе, в том числе, и лучевую нагрузку на пациента. И это достигается за счет очень большого диапазона напряжений на трубке при сохранении уровня мощности. Вот вы можете видеть, что на абсолютно разных пациентов, от двухдневного младенца до тучного взрослого пациента, удается сканировать с высоким качеством изображения на минимально допустимом напряжении на трубке. То есть для ребенка это 70 кВ, для тучного пациента 100. И вы можете видеть, насколько низкие дозы облучения, плюс еще используются абсолютно все технологии модуляции силы тока на трубке, что еще больше снижает лучевую нагрузку. То есть технологии различные, абсолютно. А это особый аппарат нужен, да? Ну, безусловно, это… Это другой аппарат КТ? Ну, фактически да. Фактически да. То есть этот аппарат на сегодняшний день действительно обладает беспрецедентными возможностями в отношении технологии однотрубочных КТ, скажем так. Показывает лучше, а нагрузка меньше. Нагрузка меньше. И еще одним преимуществом является преодоление такого ограничения метода компьютерной томографии, как временное разрешение. Это очень важно для кардиологических и кардиохирургических исследований, поскольку мы все хорошо знаем, что сердце – это объект, который постоянно движется. И для того, чтобы четко получить изображение этого подвижного объекта, который, в общем, фактически невозможно взять и на какое-то время искусственно остановить на момент проведения исследований. Поэтому, конечно, временное разрешение, то есть скорость сбора данных, она играет решающее значение. И современные технологии позволяют сканировать пациентов при абсолютно любой частоте сердечных сокращений, с ритмиями сердца, на свободном дыхании. То есть у детей, у которых очень частый пульс, у них не всегда могут получиться четкие изображения? Ну, вот вы можете видеть, да, в качестве примера, пациент с высокой частотой сердечных сокращений, там, младенец, кардиологическое исследование, очень быстро, а очень быстро – это значит с минимальной лучевой нагрузкой и с минимальной нагрузкой по использованию контрастного препарата. И плюс, ещё один такой большой жирный плюс – это снижение скорости введения препарата. Ну, потому что вы, как кардиолог, прекрасно знаете такую проблему, что у наших пациентов бывают проблемы с доступом введения рентгеноконтрастного препарата. Когда уже хрупкие вены или отсутствует какой-то доступ, какая-то возможность какого-то доступа, мы вынуждены использовать центральные сосуды для катетеризации введения рентгеноконтрастных препаратов. Вот здесь это всё такие мелочи и нюансы, которые крайне важны для клиники, работающей с очень тяжёлым контингентом пациентов, действительно больных. То есть мы не просто диагностический центр, а мы клиника, которая, в общем-то, да, лечит и помогает очень тяжёлым пациентам. И последняя, скажем так, такая инновационная возможность этой технологии – это использование протоколов сканирования с двумя энергиями. Ну, вот в качестве примера вы можете видеть пример двухэнергетической КТ ангиопульмонографии. Ну, что даёт эта методика? Повышение контрастности мягких тканей и, как следствие, увеличение дифференциально-диагностических возможностей метода по различным заболеваниям. И плюс мы можем, мы можем фактически оценивать тканевые характеристики и функцию. То есть мы более чётко видим вот эту разницу, опять же, не по серой шкале, а по цветной, да? Это не совсем так. Здесь в основе этого метода лежит использование двух энергий одновременно с разной мощностью, и на основании этого строятся вот эти карты. В данном случае это карта распределения йода, которая отражает капиллярный кровоток в паренхемии лёгких. И плюс компьютерная технология, вот вы можете видеть, она сразу же маркирует эмболизированные сосуды красным цветом. Это пациент с тромбоэмболией лёгочной артерии. Она находит и маркирует, это, скажем так, уже технология применения искусственного интеллекта в диагностике. Это для кардиологов, которые не очень хорошо видят. Ну, не только для кардиологов. Это достаточно наглядная такая вещь. Плюс вы можете видеть дефект перфузии. Вот он, да, у такой вот клиникозависимой эмболизированной лёгочной артерии. А это тоже обычное КТ, просто другой программный... А, или другой контраст? Нет, это не обычное КТ. Это новая технология использования двух трубок и двух энергий. А, две трубки, две энергии и другой контраст, наверное. Нет, контраст прежний. А, контраст прежний. Контраст прежний. Класс. Очень красиво. Так, а про что мы ещё... Главное информативно. Главное нам, да, основное нашей информативности – безопасность, чтобы этот рентген не был нам безопасен. Ну, в любом случае, чтобы наши пациенты не боялись, одно КТ исследование для того, чтобы поставить диагноз. Это будет вам безопасно, ничего плохого после этого не случится, правильно? Ну, вы прям хотите у меня вырвать цифры, цифры, дозы и так далее и тому подобное. Но в любом случае, это всё, конечно же, очень индивидуально. Очень индивидуально. Но если вы хотите всё-таки каких-то сравнений, то, скажем так, современная цифровая классическая рентгенография – это доза в 0,3 мсв. И, скажем так, КТ-технология, КТ-исследование грудной клетки, ну, это сегодня для взрослого пациента – это порядка 5 мсв. Но это, безусловно, в разы ниже того, что мы имеем на сканерах предыдущих поколений. Технология развивается. Это хорошо. Так, что мы ещё не обсудили? А, мы не обсудили контрастное исследование. У нас, на самом деле, не так много времени остаётся. Но мы знаем, что контраст на основе йода, правильно же? Ну, по крайней мере, в отношении КТ. Да. Да. И насколько тоже он опасен или безопасен для наших пациентов? Какие-то есть абсолютные противопоказания? В любом случае, контрастный препарат – это лекарственный препарат, и, безусловно, он не полезен, как минимум. А, кстати, для чего он вообще нужен? Для чего нужен? Контрастирование, в первую очередь, полостных органов и сосудистого русла. Контрастирование этих структур, например, полостей сердца или сосудов артериальных или венозных, повышает контрастность этих структур от близлежащих тканей. И таким образом увеличивает диагностические возможности метода. И второй есть такой момент – мы имеем возможность отслеживать прохождение контрастного препарата через различные ткани в различные фазы контрастирования – артериальную, венозную, пренхематозную. Таким образом делать, не только повышать контрастность визуализируемых структур, но и повышать дифференциально-диагностические возможности метода и оценивать функцию. Это вот второе преимущество. Насколько быстро прошел контраст, да? Насколько медленно? Задержался. Задержался или нет, или куда-то не прошел в артериальную фазу сканирования, то есть где-то есть нарушение кровотока, артериального кровоснабжения. То есть это все такие нюансы, которые дают дополнительную диагностическую информацию. А есть какие-то… Ну, может ли контраст навредить теоретически? Ну, контрасты, скажем так, тоже прошлого поколения, ионные контрасты. Известно, что они повышают осмолярность крови. Современные контрастные препараты, КТ-препараты, они все не ионные. Все не ионные, практически все низкоосмолярные, и есть даже изоосмолярные контрасты. Это хорошо. Таким образом, безопасность и нефротоксичность контрастного препарата, безусловно, снижается с развитием производства этих препаратов, в том числе. Больше всего мы боимся, что почки у нас как-то… Потому что выводится этот препарат всегда с почками. Да. То как-то они у нас повредятся, но чем… Безусловно, есть абсолютные противопоказания для применения рентгеновской компьютерной методики. И эти абсолютные противопоказания связаны фактически с двумя факторами. Это ситуации, когда невозможно, безопасно для пациента использовать ионизирующее рентгеновское облучение, ну, например, беременность, в силу таратогенного воздействия… И то относительно, мне кажется, противопоказания. Нет. Да? Я всё-таки придерживаюсь таких достаточно жёстких правил в отношении этой категории пациентов, равно как и в отношении пациентов молодого возраста. Если есть возможность не применять метод на основе ионизирующего облучения… Да, то его до последнего не надо применять. Только если ценность полученной диагностической информации превышает риски. Риски. Риски, да. И вторая такая категория абсолютных противопоказаний – это невозможность применения рентгеноконтрастного препарата. Это тяжёлая реакция по непереносимости этого препарата в анамнезе у пациента. Ну, фактически это либо ситуация с развитием контраст-индуцированной нефропатии, либо ситуация с развитием анафилактоидных реакций, анафилактического шока на контрастный препарат. Это, конечно, абсолютное противопоказание. И, безусловно, особую такую группу внимания должны для врача-клинициста при назначении рентгеноконтрастных методов исследования составлять всё-таки пациенты с заболеваниями, которые тоже вызывают развитие почечной недостаточности. В первую очередь это сахарный диабет и тяжёлые, конечно, различные заболевания почек. Мы просто к ним должны какую-то подготовку применять и пост-процессинг. И подготовку в том числе, и оценку рисков на основании лабораторных анализов, которые нам чётко позволяют сделать заключение о состоянии функциональной возможности почек. Насколько мы рискуем, короче говоря, и опять-таки нет эту пользу риск. Ну и в заключении вопрос главный, Инна Евгеньевна. Как вот обычно нас, мы предположим, что слушают пациенты амбулаторные, понятно, то есть люди, которые хотят, может быть, в будущем думать о том, чтобы к нам прийти. На какие исследования вот им доктор, допустим, порекомендовал сделать такие-то исследования, на что можно амбулаторно прийти и сделать у нас в центре? И как это сделать? Ну, практически сегодня, вот абсолютно преимущественное большинство из исследований компьютерно-томографических, это исследования, которые проводятся в плановом порядке и в амбулаторном порядке. За редким исключением. Это редкое исключение очень легко обозначить. Ну, во-первых, это пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения, с инсультами, с травмами головы, про экстренные случаи, когда этот пациент абсолютно чётко, экстренно берётся в кабинет КТ. И пациенты с травмами головы также с подозрением на нарушение мозгового кровообращения, с симптомами. Плюс абсолютно такая тоже категория экстренных пациентов, это общепризнанные всеми гайдлайны, практически руководства, которые рекомендуют метод компьютерной томоангиографии в качестве первого метода диагностики у этой категории пациентов. Это пациенты с острым расслоением аорт, с острым аортальным синдромом. Это, безусловно, те пациенты, которые экстренно и первым в первую очередь везутся в отделение компьютерной томографии. И такая, скажем так, погранично обсуждаемая группа – это группа таких острых состояний, которые невозможно чётко дифференцировать на таком этапе клинической оценки. Это три острых состояния, которые бывает иногда очень сложно дифференцировать. Это острый аортальный синдром с подозрением на острое расслоение аорты, острый коронарный синдром без подъёма в сегменты эстеи, признаков трансмуральных нарушений, и это тромбоэмболия лёгочной артерии. Вот в этом случае метод тоже признаётся большинством, скажем так, исследователей клинически полезным и оправданным в качестве первого метода диагностики. Во всех остальных случаях это плановое исследование. Ну, даже плановое, вот, допустим, если мы говорим про то, что пациент приходит своими ногами, я вот, например, мне мой доктор там сказал, сделайте МСКТ коронарных артерий, и я ищу такую возможность. И вот у нас в центре это можно сделать, и делайте его, короче, или это амбулаторно. Безусловно, да, делаем. И большинство наших пациентов, это пациенты, которые идут по направлению наших врачей, научно-консультативного отделения, нашей поликлиники. То есть сначала надо в поликлинику прийти к врачу-кардиологу. Безусловно, да. Учить направление. Потому что исследование должно быть показано, должны быть оценены риски его проведения и целесообразность проведения. А кроме того, сформулированы цели и задачи. Потому что для пациента очень сложно запомнить, правильно озвучить и донести до врача, практически во многих случаях даже невозможно, донести до врача-рентгенолога то, о чём мы с вами сейчас говорили. Поэтому, безусловно, это первое звено, это врач-кардиолог, научно-консультативное отделение. Безусловно, да. А кроме МСКТ тоже на что мы можем направлять? На КТ обычные, наверное, да? На обычные КТ, на обычные классические рентгенологические исследования в амбулаторном порядке в том числе. На все методики магнитно-резонансной томографии. По показаниям на различные радиоизотопные методы исследования. То есть вот это с цинтиграфиями, а, кажется, нагрузка для тех, кто знает. А ещё, что хотела я спросить, есть ли возможность бесплатного приёма амбулаторного? Да, конечно, есть возможность проведения этих диагностических исследований в рамках программы обязательного медицинского страхования. Для этого пациента должно быть направление на проведение этого диагностического исследования. В институте Бакулева. Да, в институте Бакулева. Собственно говоря, спектр этих направлений, он достаточно ограничен. Либо это нативная компьютерная томография, либо это компьютерная томография с контрастированием. И то же самое касается магнитно-резонансной томографии. Либо это магнитно-резонансная томография без контрастного усиления, либо с контрастным усилением. И важно, что всё равно нужен наш кардиолог. Да. Это чтобы все имели в виду, что если доктор вам в поликлинике дал это направление, всё равно идёт сначала в поликлинику, и уж потом записывает вас врач поликлиники на диагностику. Потому что состояние пациента, пришедшего на проведение такого серьёзного диагностического исследования, всё-таки должен оценивать профессионал. Да. Безусловно. Вот. Ну что, мы всё рассказали. Вопросы, что-то я их не заметила, правильно? Все очень внимательно слушали и даже не знали, что спросить. Поэтому я всех благодарю, всех, кто с нами оставался и слушал, и всех, кто посмотрит потом. И Инну Евгеньевну тоже, конечно, благодарю за такой интересный и увлекательный рассказ. Я надеюсь, всем понравилось. С праздником всех рентгенологов! Огромное спасибо за приглашение. И, конечно, пользуясь случаем, я тоже в заключении хочу поздравить с праздником всех своих коллег. Безусловно, пожелать нам всем отменного здоровья, бодрости духа, профессионального роста и творческих успехов. В эти хмурые осенние дни. Да, и, конечно же, поблагодарить моих коллег, которые поучаствовали в создании этой презентации. Безусловно, это коллективный труд. Огромное спасибо. Все позировали опять же. Огромное спасибо всем, кто мне активно помогал и поддержал. Да, спасибо большое всем. Всем до встречи, до свидания, удачи. До свидания. Счастливо. Будьте здоровы! Продолжение следует...